Ещё недели нету, как они вылупились. Это вот первые детки в этом сезоне. Вот такие вот маленькие, ещё совсем. Это мальчики будут, они два месяца в инкубаторе были. Елена Бендер ждёт 50 малышей-рептилий. У неё будут агамы и эублефары. Кого-то она отдаст в добрые руки, а кого-то оставит себе. Условия для этого есть и знания. Елена – ветеринарный врач. Сейчас она ухаживает за четырьмя десятками ящериц. Это бородатые агамы. Им кому-то два, кому-то три годика. До годика они кушают 70% насекомых, 30% овощи, фрукты. После годика обратные пропорции. Если фрукты и овощи можно купить в магазине, то с насекомыми всё гораздо сложнее. В обычном зоомагазине их не продают. Кстати, это аргентинский таракан. Таких букашек Елена выращивает сама. Плюс-минус у неё в доме таких жучков 10 тысяч. Нам в день нужно около 100 тараканов. А если будут малыши, то есть малыши, они очень много кушают. Во-первых, это проблемы с кормами. Во-вторых, оборудование очень недешёвое. Например, для гаммы, для одной, чтобы террариум грамотный приобрести, с освещением и со всем, это 20-25 тысяч. Ну, это пятнистый гиконный углефар. Эти ящерки могут откладывать запасы пищи в хвост. И поэтому у них такие шикарные пышные хвосты. Еды хватает на два месяца. Но в случае сильного испуга они могут избавиться от этого придатка и отрастить новый. Это называемая вторичка. То есть, вторичный хвост не очень красивый, но он есть. Взяла, откинула, захотелось ей. Кроме захватывающих историй о жизни рептилий, Елена может рассказать и сотни случаев, когда ей приходилось спасать животных и забирать под свою опеку. От этого тоже парень, он несколько раз её оставлял. По итогу у него одного углефарчика съел кот. А вот это уже девочка тоже. У неё хвостик вторичный. У неё синдром есть минимальный. Тоже принесли. И опять же, заберу, заберу, когда-нибудь заберу. И по итогу так у нас и осталось. Мы никогда там не отдадим, если берут как игрушку для ребёнка. Это же не игрушка.